всем привет мои дорогие зрители я прибежала домой щас буду кушать сделаю яичницу и фасоль томатном соусе какая голодная сегодня у нас будет небольшая болталка отвечу на кое-какие вопросы и порассуждаю на 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 всякие разные интересные темы вкусно съем там бинсы немножко еще остались если хочешь как вкусно я такая голодная просто не оторвать меня от этой тарелки думала сосиски дома есть была в магазине взять бекон не взять бекон думаю сосиски есть не буду бекон брать оказалось что нет сосисок дома поэтому просто ищется и просто бинсы типа english breakfast еще грибы были я отвезла сына колледж забежала в центр всяких вот старинных вещей погуляла там посмотрела так много интересных вещей знаете каких меня притягивают вещи не которые просто симпатичные красивые а которые вот можно использовать которые вот практичные где-то чугунные сковородки я даже косу видела настоящая коса причем у нее вот это вот косовище по дом называется железная часть она из какого-то старинного металла сделано типа чугуна что ли не знаю в общем тяжелая здорового здоровая красивая 65 фунтов стоит такие вещи классный такой зажиматель для станка то есть как сказать можно в нем какую-то деталь зажать и там ее крутить вертеть тоже классная вещь такая ну я бы такую набрала бы такого всего для гаража для того чтобы чинить что-то да там там была такая классная штука ручная крутишь ее и раскручивается грайндер как он не грайнда как он называется такой камень которым точишь ножи или там тоже косу может быть можно наточить и на этой штуке старинная старинная но в очень хорошем стоит хорошим чего хорошим вы поняли в общем хорошим качеством за не видно хорошо смотрели она прикручивается к столу в общем я бы набрала всякого такого но как увести это все как увести у меня швейная машинка тяжеленная ее бы увести ну и тоже не факт что я смогу пчела залетела леса в общем вот такие вещи мне притягивает там молотки и старинные какие-то топоры которые сейчас не купишь сейчас современные топоры все эти молотки не такого качества ужасного я прошлый раз один из прошлых разов купила там ножницы я их уже положила чемодан ну просто чемодан складываю все то что потом надо будет отвезти большие ножницы из стали сделанной в городе шеффилд не знаю может там тридцатый годов сороковых годов ну в общем какие-то вот такие вот ножницы которые можно затачивать которые можно раскрутить у них винтик есть шикарные ножницы просто космос такие нигде сейчас не купишь нигде кроме таких вот мест где всякую сталь нападают кто не знает город шеффилд всегда славился своим своим металлом супер-пупер металл в общем ладно я почти доела сейчас я отвечу на кое-какие комментарии по поводу не альма нет уже поела я кушаю моя очередь я голодная была как вообще не знаю как волк тарелку хочешь дам обрезать желтком в общем я поела я готова к тому чтобы ответить на ваши комментарии еще хочу у вас спросить мои дорогие зрители это моя кофточка сейчас вытащу из сумки по мялости у меня есть такая кожаная сумка не знаю как это показать правда не знаю видно вам будет нет вот здесь вот видимо была какая-то влага которая стояла на чем-то влажном видимо и поднялась как бы вот эта влага по коже смотрите на видно нет вот такая как полосочка вот вот она идет такая полосочка вот я эту сумку свою возила в город думала там один человек сможет мне что-то подсказать он он не знает он папа обуви специалист говорит иди джай queen этот химчистку химчистку зашла они говорят ну типа мы можем взять попробовать и типа это очистить ну каким-то там химикатами очистить и она может быть вытянет вот этот как бы цвета на его сделает единым но говорит сумка посветлеет и мы не гарантируем что как бы получится и 25 фунтов все стоит в общем я я не знаю что делать я пыталась просто влажной салфеткой убрать но она не получается я думаю может быть маслом я не знаю в общем дорогие зрители если вы знаете как можно кожаная сумка внутри у нее под клан я то есть внутри не имею доступа кожей то есть что можно сделать вот с этой стороны чтобы вот эту вот линию бывшую влагу которая намокла и пока что если и вообще всю замочить если в тазик с водой положить минут на десять а потом достать может быть так не знаю в общем если кто-то знаком с такой вот проблемой еще раз покажу вот она эта полоса то напишите в комментариях пожалуйста буду вам очень очень благодарна а сейчас я хочу ответить на некоторые вопросы которые были в комментариях даже не то что вопросы а порассуждать немножко начнет на тему молока собаки помчались кошку гонят видимо что хотела сказать я спросила в своем видео одном из своих прошлых видео почему вы думаете может горчить творог из молока ну то есть там одна мадам которая уже в ванну отправлена за свое хамство просто таких людей редко бывает попадаются но попадаются вот редкий экземпляр такой вот хамского быдлятского вообще жуть какая-то в общем я отправила в банк но вот такой вот и идею ее озвучила о том что якобы британское молоко горчит сказала что я делаю творог каждую неделю вот у меня у меня опять стоит больше к почем пол канистры на творог сделать из него творог и никогда ничего не горчит я предположила разные предположения а также спросила вас что вы думаете и мне написали разные домыслы как бы да что это может быть кто-то писал что из того что молоко прокисло в закрытом крышка была плотно закрыта молоко долго стояло в холодильнике оно как бы прокисло и протухло и поэтому как бы горчит кто-то писал что наоборот на свету стояло молоко и поэтому горчит ну вот первый вариант то что в холодильнике может быть заперз закрытой крышкой может быть стояло это молоко и она просто протухла не прокисло возможно на свету по моему нет никакой разницы на свету или в темноте скисает молоко ну потому что у меня вот она на свету стоит вот даже сейчас у меня стоит больше чем пол канистры молока уже наверное вечером оно наверно подойдет надо посмотреть если нет то может быть завтра утром сделаю творог очередной и как бы все нормально на свету кто-то писал что эта коровка поела полыни ну если это твоя личная коровка да одна у тебя единственная коровка и она поела полыни да ты можешь может быть как-то ощутить что она там такое поела но магазинное молоко но собирается со всех коров ну то есть большое количество коров ферм сливается пастеризуется и как бы сомневаюсь что это коровка поела полыни полыни писали также из америки что у них тоже тоже а вот у них такая вот проблема из россии писали то есть у разных людей в разных странах вот такая вот бывает проблема я не знаю почему но у меня такой проблемы просто нет я не знаю почему еще раз говорю делаю каждую неделю творог у меня никогда ничего не горчит я его выставляю не в холодильнике естественно у меня приоткрыта крышка практически она открыта просто сверху лежит что пыль не не попадала то есть может быть как-то люди неправильно делают а вот интересно знаете что один человек написал в комментариях такую вот идею что может быть ну как бы вот ее как бы мнение до этого человека по моему женщина писала что она вот заметила что российское молоко российских производителей она не горчит а когда заграничное молоко каких-то не знаю там из-за границы наверно везут как-то там да то она вот как раз из него творог не получается и предположение такое что возможно в него кладут какие-то вещества консервация какая-то кто-то писал про антибиотики тоже но я сомневаюсь что прям антибиотики прямо в само молоко кладут наверное какие-то так называемые презерватив то есть какие-то предохраняющие вещества заливают вот именно заграничное молоко почему в англии не горчит я предполагаю потому что в англии нет заграничного молока если не ошибаюсь там девяносто что ли восемь или шесть процентов вообще всей молочки в британии не только молока молочки делается из британского молока не только какой-то маленький сегмент он не британский ну понятно что те же сыры они из франции везут они там из германии везут горгонзола по-моему называется мой один из моих любимых сыров французский сыр тоже мы вот покупаем с белой плесенью вкусный очень из франции но и что касается молока зашла в магазин сейчас будут кадры покажу вам молочную так сказать полку в магазине итак смотрим скинт милк обезжиренное молоко в нем 0.1 грамм жира то есть вообще жира нет абсолютно без жиреная британская так потом что у нас есть сами скинт милк это у нас 1.7 жирность то есть тоже обезжирена не цельная тоже британская и есть синее молоко вот это цельное молоко в нем три с чем-то 3.6 жирности она тоже разного размера есть вот такая маленькая вот такая вот сколько здесь получается один . с него очень хочет две пинты здесь две пинты и здесь побольше 4 пинты и есть здоровенная канистра вот такая вот вот такая смотрите 6 пинт да это три почти три с половиной литра такая большая все это британское молоко есть вот такое вот тоже british wall milk я бы честно сказать никогда не брала тоже британская органическая тоже британская джерсийская тоже козья тоже британская все британское здесь тоже органическая тоже британская другой как бы фирмы вот тоже обезжиренная и цельная тоже так здесь тоже все британское это вообще не молоко я так понимаю это, что это у нас такое? А, нет, молоко, да. Но там еще какое-то, что-то еще добавлено, то есть это с низким каким-то холестерином, что-то такое там, не знаю. Вот сливки, единственные сливки, которые не натуральные. То есть так на них и написано, что они смешанные, значит, с сывороткой, по-моему, да, называется? Нет, пахта. Пахта с всякими маслами. В общем, вот такие сливки никогда не беру. Они тоже двух жирностей, 50-45, короче говоря. Дальше идут британские сливки. Вот пол-литра, пол-литра британских сливок. Вот именно этих стоит 2 фунта 25. То же самое британское, британское. Вот здесь вот отдел такой вот небольшой. Здесь уже не британское молоко. Одна, единственная фирма. Не знаю, она, по-моему, немецкая, мне кажется. Сейчас посмотрим. Никогда в жизни ее не брала. А, нет. Тракт. Тоже британское. Ну, может, фирма немецкая, а вообще молоко британское, да? Да, молоко британское. А, ну вот, написано. 100% British milk. Вот, я вас обманываю тут. Короче говоря, нет, тоже британское. Нету ни британского молока. Его просто нет. Есть еще вот тоже, вот это и вот это, но это тоже все британское молоко. Тоже вот обезжиренное, тоже британское молоко. То есть, не британского молока. В этом огромном магазине нет. Все абсолютно 100% британское. Я хотела вам немецкое показать, но его здесь нет, к сожалению. Ладно, может быть, в другом, в другом покажу магазине. И вот это все, практически все молоко, я пробовала за 20 лет и делала из него творог. Единственное, может, я вот это вот не пробовала. Такой картонной упаковки. Первый раз такое вообще вижу. Лес пластик. А, ну это то же самое, просто оно не в пластике, оно в этом самом. По сроку годности давайте посмотрим. До 15 сентября. Сегодня, по-моему, 6, если не ошибаюсь, 6 сентября. Так, до 15. До 11 сентября, до 12 сентября. Давайте посмотрим вот это. До 18 сентября. О, самое долгое, да? 18, 16 сентября. Тоже 17 сентября, 15. Так, ну-ка, вот это органическое. До 11 сентября. Да? А вот это вот обезжиренное. До 16 сентября. А вот это, как вода, которая до 17 сентября. Оно реально как вода. Оно даже, я не знаю, на камере не видно. Вот если два молока вместе поставить, это тоже обезжиренное. Но вот если их вместе поставить, видно, что это прям полупрозрачное. Это вообще, жира там вообще нет. То есть получается 0,1 грамм жира. Ну, в общем, вот так. Тоже до 17 сентября. До 12 сентября. В общем, вот такой срок годности сегодня 6 или 7, я точно не помню, 6 или 7 сентября. Ну, вот такой вот срок годности, ну, сколько? В районе 10 дней. 10-12 дней. Вот так вот. Не знаю, это долгоиграющее молоко или нет. Как вам кажется? Джерсийское молоко. Давайте посмотрим. 11 сентября. Джерсийское молоко. Она от джерсийских коров жирное. 5% жирность. По-моему, сейчас посмотрю. 4.8. Вот. 4.8. Ну, вот так вот сходила в магазин, показала вам немножечко молочной полки. Точно такой же ассортимент, точно такое же молоко во всех магазинах Британии. То есть, есть основные, сколько? 3 или 4 такие вот большие, что ли, фирмы, как Бранч, как ветки ответвления одного и того же магазина. Tesco, Asda, Morrison's. Все, 3, да, вот это основные, крупные. Есть также мелкие, там White Rose, там Sainsbury's тоже. Но у них тоже британское все молоко. Я знаю, что есть, по-моему, немецкое молоко. По-моему, Max & Spencer, мне кажется, по-моему, там я видела. Надо будет зайти. Знаете, что я хочу сделать? Я хочу сделать эксперимент. Я найду это немецкое молоко. По-моему, немецкое. Мне кажется. Но я не уверена, немецкое, это фирма немецкая. Может быть, они делают из британского молока, что тоже очень вероятность большая. Короче говоря, я найду эту немецкую фирму и посмотрю, какое там молоко делается и куплю его и попробую сделать творог. Мне просто интересно, действительно ли, может быть, действительно, что везут, когда молоко из-за границы, они туда что-то добавляют, чтобы довезти это молоко. Возможно. Не знаю. В общем, я благодарна всем, кто отозвался на мой призыв написать свое мнение насчет молока, насчет творога, почему он угорчает. Я как-то брала молоко, я как-то брала молоко, давно очень, у фермера местного, который разливал по бутылкам, не тот, у которого я брала два года назад, а, может быть, лет 15 назад, там, 17 лет назад брала молоко у фермера, и вот у него молоко, оно не просто тухло, то есть, мы его не успевали выпить, оно стухало, ну, то есть, у него сверху появлялась, по-моему, розовая или синяя какая-то пленочка, и оно просто, из него не получалось никогда творог, но, то есть, невозможно было сделать, потому что молоко уже, когда оно скисало, уже становилось горьким. Но это было очень давно у одного какого-то фермера, я думаю, что это все-таки антисанитария, вот, кто-то там писал, типа, что я там на женщину говорю, что вот у него может быть антисанитария на кухне, поэтому творог не получается, но это реальная тема, там, где делаются сыры, там, где делают творог, занимаются молочкой, должно быть очень-очень чисто и стерильно, иначе, если туда попадет что-нибудь не то, то творог не прокиснет, а протухнет, поэтому я сделала предположение, что у того человека, у которого почему-то из британского молока не получается сделать творог, что может быть, одна из причин, может быть, возможная, что просто в доме, на кухне, какая-то антисанитария, я не знаю, может там кошка сидит, у нее на столе, где она творогом занимается, или там, не знаю, ну, я просто не могу представить, что может быть, да, или может быть у нее грязная посуда какая-то, может, бухи летают, садятся на это молоко, но я не знаю, в общем, то есть, на мой взгляд, это одна из причин, это антисанитария, и вот, когда, говорю, лет 15-17 назад, мы взяли молоко одного фермера, был вот такой вот эффект, больше мы у него не брали, и потом, вот когда там, года 2-3 года назад, я брала тоже у фермера, здесь молоко британское, привозили к дому, если вы помните, и у него такого эффекта не было, потом я брала также на ферме, молоко непостерилизованное, в Британии разрешено продавать ненагретое, непостерилизованное молоко, если не ошибаюсь, что-то около 200 ферм всего по стране, которые имеют такую лицензию, продавать сырое молоко, но у них такое условие, что они не могут везти его куда-то, а покупатель должен приходить к ним на ферму, вот я покупала в двух разных фермах, у них прекрасно все, так что все-таки антисанитария, наверное, она имеет место быть, я не говорю, что у всех, у кого не получается сделать молоко, это антисанитария, совершенно нет, потому что, может быть, действительно в молоко что-то добавляют, но вот то, что про британское молоко, абсолютно точно, ну это не так, в общем, вот такие вот дела, найду молоко, куплю его, именно попытаюсь найти не британское, это очень сложно, потому что, вот в трех магазинах, в которых я обычно закупаюсь, я там ни британского молока не видела, но я все же специально пойду, поищу и попытаюсь найти, порассуждала на эту тему, интересную для меня, тему молока, творога, мы творог любим, я надеюсь, что в будущем, я надеюсь, конечно надеюсь, потому что не все в моих руках, я на себя-то не могу надеяться, потому что Господь возьмет и повернет вообще все в другую сторону, хотела ехать в Россию, а поеду в Южную Африку, откуда я знаю, где я окажусь, в следующем году, где мы окажемся, в общем, я бы хотел бы, конечно, заниматься молочным производством, молоком, скотом молочным, пока не могу сказать точно, что это будет коровы, потому что это крупное животное, это надо дорасти до коровы, на мой взгляд, но овцы, козы, молочные овцы и козы молочные, вот это то, что как бы у меня на уме, в душе, в желаниях, чем заниматься, я обожаю козье молоко, просто обожаю, и вы знаете, вот есть в Британии, продаются в магазине, британское козье молоко, но оно, как бы оно вкусное, но не то, в России я в магазине не видела, козье молоко, наверное оно есть, но может быть не везде, но я пробовала в России у людей козье молоко, и оно просто шикарное, просто шикарное, и те люди, которые говорят, что в России нет хорошего молока, они как бы и правы, и нет, потому что в магазине действительно, ну нет вкусного молока, в России в магазине молоко невкусное, может быть не во всех магазинах, потому что вот где у меня брат живет, в Московской области, у них там местный фермер, буквально вот местный фермер, он бутилирует это молоко, пастеризует, и в местном магазинчике его продает, оно выглядит как покупное, как обычное молоко, то есть не как у фермера, там в какую-то там баклажку наливают, да, там какую-то прозрачную бутылку, а вот прям настоящее, вот магазинное молоко, но вот местного фермера, и у него очень вкусное молоко, так что наверное, ну я говорю просто вот про те магазины, там Ашаны, Пятерочки, вот эти вот все простые такие вот сетевые магазины, в них я не находила вкусного молока, мало этого, оно очень невкусное, очень, такое впечатление, что его кипятили, но участников такое молоко, которое в Англии не купишь, была, говорю, здесь одна ферма, которая продавала сырое молоко, но они перестали почему-то продавать его, есть еще одна ферма, но они только раз в неделю продают это молоко, ну в общем как бы сложно его достать, вот именно сырое молоко, а в России пожалуйста, в любой деревне, где есть корова, тебе продадут это молоко, и оно будет просто, ну наверное не у всех, потому что мы брали тоже у разных заводчиков молоко, и вот помню у одного человека, у которого мы брали, было молоко с каким-то навозным запахом, неприятным, не знаю, то ли корова, что-то с коровой, то ли с сараями, и опять же какая-то санитария, да, может нарушена, но вообще участников молоко просто обалденное, поэтому не ходите в Ашаной Пятерочке, поддерживайте русских фермеров на русской земле, и вам будет хорошо, и им будет хорошо.